Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в рамках разговора о 10 заповеди закона мы говорим о помыслах, о борьбе с помыслом, о том, как исполнить можно эту заповедь, не пожелай. В прошлый раз мы говорили о помыслах, входящих в ум, и начали разговор о помыслах, входящих в сердце. Если помыслы, которые приходят в ум, с ними, ну более или менее, по крайней мере, понятно, что это такое, и как с этим предположительно бороться, то с помыслами, входящими в сердце, не все так просто. Однако, что это не праздный разговор, позволю себе напомнить известные слова из Евангелия, о том, что Христос говорит не то, что входит внутрь, оскверняет человек, а то, что исходит из сердца, оскверняет человек. Мы очень тщательно заботимся о чистоте рук, о выборе одежды, о том, что мы принимаем в пищу. Мы очень внимательно смотрим, какие там ингредиенты, какие там цифры, где это сделано, на каком заводе, где обман, где не обман, где больше молока или мяса, где меньше молока или мяса. Мы даже, может, смотрим то, что, следим за тем, что смотрим и что читаем, но на самом-то деле оскверняет нас именно то, что исходит из нашего сердца. То, что мы говорим, то, что мы делаем, то, как мы проявляем свою сердечную жизнь вовне, вот это оскверняет нас по-настоящему, и об этом мы меньше всего заботимся. То есть, по крайней мере, Христос обращает наше внимание на то, что в сердце происходит нечто важное, самое важное, что происходит в человеке, в человеческой жизни. Это жизнь нашего сердца и как она проявляется. И поэтому разговор этот, очевидно, должен быть серьезным, важным, а не просто так, скажем, красивого словца ради того, чтобы как-то вот о чем-нибудь поговорить. Как это приблизительно проявляется в повседневной жизни обычного мирского человека? Как вот это нечто, входящее в сердце, так, по крайней мере, мы сейчас это назовем, нечто, входящее в сердце, некие помыслы, вторгающиеся в сердце, как это в повседневной жизни происходит. Вот трудится человек, ну, скажем, в храме или на работе, на производстве, на своем магазине, вполне в мирном устроении. Работает, обслуживает покупателей, решает проблемы, чертящие тяжи, ставит свечи, моет пол, все, что угодно делает, и вполне у него хорошее настроение. Вдруг появляется некое лицо, которое, ну, вот лично, персоналия некая, которое вдруг своим появлением сразу же лишает человека мирного устроения. Он сразу заводится, он сразу негодует, он сразу обретает, что он уже раздражен, этот человек его раздражает. Ну, люди, известно, используют другое слово по отношению к этому лицу, но все мирное настроение потеряно. И человек говорит, ты мне все настроение испортил, так хорошо было. Ни с того, ни с сего, на пустом месте, все было действительно, казалось бы, хорошо. И вот неожиданно появление лица вызвало раздражение, сердце, в сердце проникла некая идея, некая мысль, некое состояние, некий образ, и вот мы уже негодуем. Это может быть не обязательно некий образ, это может быть некие почти неуловимые поведенческие черты того или иного человека. Скажем, нас раздражает определенная мимика, определенные привычки, определенный запах, определенный цвет, определенная манера поведения, определенные слова и выражения. И вот человек зашел, сделал нечто, ну скажем, он так это особенным образом нечто делает, скажем, как-то шепелявит или присвистывает зубами, или еще что-то делает то, что мы терпеть не можем. И вот эта поведенческая модель, или просто неприятный вид человека, или то, что он идет по только что мытому полу, или то, что у него там татуировки в каких-нибудь местах, все это нас моментом взрывает, раздражает, и мы уже негодуем, мы даже можем ему ничего не сказать. Ну в силу, скажем, какой-то культуры поведения, какого-то вот кодекса нравственного, в силу страха, в силу там привычки сдерживаться, неважно, с чего не сказали, но само по себе появление человека лишило нас мирного устроения. Мы уже негодуем, мы уже расстроены, мы уже печальны, вот, нас уже ничего не радует, мы хотим скорее домой идти, заняться каким-нибудь любимым делом, чтобы отвлечься от этих нехороших ощущений, мгновенно, вроде ничего не было, человек ничего нам не сделал, он никаким образом нас лично не задел, но вот в сердце проникла какая-то змейка, какой-то ядец, и сердце уже отравлено, оно уже не мирно, не светло, не хорошо, или человек скажет какой-то интонации, родной, близкий человек, или начальник, или коллега, скажет с какой-то интонацией, или какие-то неприятные нам слова, и тут же пропал мир, и сердце негодует, сердце раздраженное, мы не хотим никого видеть, никого слышать, нам хочется остаться наедине. Ну или другой, скажем, пример, сослуживец приносит на работу только что подаренный ему телефон, вот он показывает, какие там есть опции, какой там экран, какие там вещи, вдруг мы понимаем, что то, что мы чем владели, вот привычный наш рабочий телефончик, что он действительно какой-то вот не такой, у нас изменилось к нему отношение, это именно сердце переменилось, мы начинаем его ненавидеть, прежний наш телефон конкретно, вообще то, что с ним связано, мы в сердце обретаем чувство, что нам вот хоть сейчас, хоть ну что-то другое, ну вот достал нас этот телефон, этот компьютер, этот телевизор, эта машина, этот костюм, или что-то еще там другого, вот непременно нам срочно хочется стать обладателем чего-то другого, эта вещь нас раздражает, она вызывает настолько негативные эмоции, ну и последний пример, тоже очень интересный в своем роде, именно внезапностью тех перемен, которые происходят в человеке, человек идет и размышляет там, о чем-то совершенно не относящийся к пути, по которому он идет, он не просто смотрит на витрины, там или глазеет по сторонам, он идет и обсуждает некую сам в себе, некую проблему, решает физическую, геологическую задачу, думает, как он проведет время с друзьями, как он реконструирует свою дачу, как он потратит свои отпускные, вот, или еще что-нибудь, какое-то полюбившееся место из фильма, из книги, то есть совершенно безотносительно к тому, он совершенно, вот, весь как бы в своем мире, и, казалось бы, вот из этого его напряженного внимания, сосредоточенности, размышлений или мечты вытянуть невозможно, и вдруг совершенно случайно взгляд падает на какую-нибудь хорошенькую девушку, выглядящую очень привлекательно, он, казалось бы, не смотрит на нее с вожделением, буквально взгляд скользнул по ее фигуре, и вдруг все мысли переменились, внимание мгновенно переключилось с того, чем он занимался, на то, что вызывает в нем девушка, она прошла мимо, он ее уже не видит, он, может, проехал мимо в машине, он забыл ее образ, но она неожиданно возбудила в его сердце, в ее существе чувства, состояния, ощущения, весьма далекие от того, о чем он несколько секунд назад так усердно размышлял, то есть буквально мгновенно вспыхивает некая, как бы сказали святые отцы, страсть в человеке, никак не связанная, казалось бы, именно с этой девушкой, они пытаются ее догнать, и становить, вообще он женатый мужчина, вот, может, даже уже и в достаточно большом возрасте, это вообще не имеет отношения к делу, важно, что сердце воспламенилось мгновенно, вот этот эпизод, это явление духовной жизни, или психологической жизни, кому как нравится, вот, что нас сейчас интересует, важно, что помимо нашей воли, практически помимо нашего сознания, или по крайней мере, это важно, мы не успеваем заметить, как это происходит, и нам кажется, что это почти бессознательно, мы не улавливаем этот момент, но как-то помимо нашей воли, вопреки нашему желанию, неожиданно что-то врывается, вламывается наше сердце, и овладевает нашим сердцем, на какое-то время, есть и с мыслями, которые входит в наше сознание, мы более или менее знаем, что делать, и, по крайней мере, можем проследить, как эти мысли входят, то вот с этим мы не знаем, что делать, одно дело, когда тебя посетила некая мысль, ее можно вытесить другой мысль, привести внимание на что-то другое, вот, действительно, попросту помолиться, и мысль ушла, но когда сердцем овладела, вот эта страсть, раздражение, гнев, жажда приобретения, похоть, или еще что-то, то и помолиться-то в этом состоянии отнюдь не так просто, сердце, оно отягощено страстью, оно бурлит, оно кипит, оно нечистое, оно скверное, и в этом состоянии собрать всего себя и вознести молитву, на самом деле, очень-очень сложно, и вот в этом феномен деятельности сердца, что когда с ним что-то происходит, чувства, вот это, ну скажем так, цепляет гораздо глубже, задевает человека в каких-то очень глубоких духовных состояниях, и вытеснить это состояние отнюдь не так просто, очень, порой очень сложно, а порой даже чрезвычайно сложно, как мы увидим дальше. Обычно, ну вот в обычном порядке вещей, человек неискушенный, не обремененный нравственными размышлениями, не читающий, напряженный постоянно святых отцов, он искренне, он не лукавит, он просто действительно искренне считает, что если с ним происходит это состояние, это происходит как-то неожиданно, и сделать он ничего не может. Если человек хотя бы искренне внимательный, то он понимает, что это происходит, и приходит на исповедь священника, говорит, я не знаю, что со мной происходит, но как только увижу, мне хочется, как только увижу это лицо, меня это раздражает, я ничего не могу с собой поделать, я не знаю, что мне делать в этой ситуации. Человек искренне недоумевает. Человек невнимательный в подобной ситуации, он обычно сваливает все на других, на то, что и кто-то соблазняет телефонами, короткими юбками, появлением не вовремя своего лица, своими привычками, своим манерами и так далее. То есть на самом-то деле я хороший человек, но вот если бы этих раздражающих элементов не было, я был бы святым, поэтому надо сделать так, чтобы подобных девушек по улицам не ходило, чтобы никаких хороших вещей у нас в магазинах не продавалось, чтобы никто в пост меня вкусной пищи не искушал, ну в общем сделать так, вот своего рода такой вот более или менее расширенный концентрационный лагерь, где все должны жить так же, как я, чтобы не дай бог никто меня чем-нибудь не искусил. Вряд ли люди так додумывают свою мысль до конца, но по крайней мере если рационализировать те эмоции, которые они выражают, возмущенные тем, что их опять кто-то вывел из равновесия, то это будет примерно вот с той или иной доли фантазии, по сути дела, концентрационный лагерь, где все должны жить так, чтобы никаким образом меня не вовлечь какой-нибудь искушения. Но мы будем говорить все-таки о людях внимательных, тех людях, которые сами за собой наблюдают и искренне недоумевают, что же им делать. И им действительно искренне кажется, что мысль, которая посетила, вот неожиданно возникла в их сердце сразу некой сильной эмоцией, сильным раздражением, сильным чувством, что источник этого помысла он вовне. И человек, поскольку он не может, буквально вся его потенциальная защита нарушится, вот он крепится, все, я вот не буду сегодня раздражаться, не буду, не буду, я знаю, что она придет сегодня в храм, но раздражаться я не буду. Я возьму себя в руки, я буду там то да другое делать, вот я постараюсь, чтобы, вот я все сделаю, Господи, помоги мне, только бы мне на нее не раздражиться, Господи, да что ж такое-то, ну не могу. И появляется этот человек, раздражающий нас, и одно его появление смывает, как цунами, все наши защиты, все наши блоки, и мы понимаем, что в сердце снова растет раздражение, гнев, смущение от того, что мы не знаем, как этот напор сдержать, почему этот человек нас раздражает. Но на самом-то деле это только поверхность, только самая-самая макушка, верхушка айсберга, явление это на самом деле гораздо глубже и сложнее. наше сердце содержит в себе множество разнообразных чувств, ощущений, переживаний, эмоций, настроений, очень глубокая бездна человеческого сердца. это глубок, поскольку все мы не святые люди, то это именно глубок, это не некое пламя свечи, ровно горящие, или там солнечный луч, это глубок, глубок, в котором переплетено все так тесно, так нелепо, так разнообразно, запутано, что разобраться в этом клубке не сможет никто, даже психиатр или великий психолог, никто не сможет разобраться в бездне человеческого сердца. Можно сделать такую попытку, ее делают и по сути навязывают человеку некую модель восприятия, а на самом-то деле проблема гораздо глубже. Мы одновременно что-то любим, ненавидим, ненавидим порой одни и те же, скажем, одну и ту же вещь в разных ситуациях, в разных квинтэссенциях и ненавидим и любим. Мы можем человека и любить и ненавидеть одного и того же. Чем больше любим, тем больше раздражает то, что он делает, когда делает не так, как мы бы хотели, чтобы он поступал. Некоторые вещи нас нравятся и одновременно же нас раздражают или, как мы говорим, бесят. И все так переплетено одновременно и уныние овладевает нашим сердцем и жажда совершить великие героические дела. Вроде мы чувствуем, как в нас кипит жажда героизма и при этом чувствуем, что нам не хочется ничего делать. Мы мечтаем о том, как совершим то-то и то-то и то-то, а при этом на самом деле ненавидим тот труд, который мог бы нас привести к осуществлению нашей мечты. Это вот то, что я сказал, это всего лишь некие скудники и такие примеры, потому что на самом то деле это темная бездна, в которой так все спаяно воедино, что разобраться в этом чрезвычайно сложно. И тем не менее, если все-таки хотя бы сложно, но возможно. И у человека есть инструмент, с помощью которого он может разобраться в собственном сердце. Более того, он должен разобраться в собственном сердце, хотя бы просто потому, что к этому призывает его Христос. Эти слова мы уже вспоминали и собственно к этому призывает его десятая заповедь. Он должен забраться какие желания рождаются в моем сердце. Вот этот инструмент, как мы уже говорили много раз, с помощью которого человек может разобраться во всяких разных хитросплетениях собственного сердца, есть ум или внимание ума обращенное к своим собственным сердечным переживаниям, своим страхом, ненавистьем, привязанностям, любовьем, унынием, тоскам, страхом и так далее. Все, что рождается в нашем сердце. Вот если человек бы захотел понаблюдать над стихией своего сердца, то понаблюдав, он бы увидел некоторые интересные вещи. Как это, чтобы он увидел? Некий образ, некая мысль, некое слово, поступок входит в наше сердце и вызывает в нем некий отклик, некую реакцию, поскольку сердце живое, оно на любой раздражитель как-то реагирует, как-то откликается. Вот и это мы говорим не про хорошие чувства, мы говорим про плохие чувства, про то, что позже бы, когда мы все это вскроем, мы назвали бы страсть. Так вот, некий образ, некий поступок, некое слово, некая мысль, некая идея вызывает нас некую нехорошую реакцию, раздражение, гнев, похоть, сладострастье, вожделение, жажду приобретения и так далее. Вот и мы с этим чувством, которое вызывает в нас нечто, мы не согласны, нам это наше ощущение не нравится, мы недовольны собой, мы сознаем это в глубине души, вот, если внимательны, если невнимательны, то просто этого не замечаем, но внимательны мы или невнимательны, но эту реакцию нашего сердца мы так или иначе оставляем без последствий, ну, скажем, вот, когда-то очень давно некий человек, войдя в храм, что-то там сделал или сказал, нас это возмутило, более того, его поступок, когда закончилась служба, мы с подружкой или с другом осудили, вот, ну, что же он так сделал-то, ну, безобразие какое-то, вот, раз так можно поступать, да в храме-то еще, ну, устроил, тоже, вот, надо же, грамотный, вроде взрослый человек должен понимать, что делает, и все, и на этом закончился, но этот человек, так уж ему угораздило его, приходит в храм и в следующее воскресенье, и каждый его приход, он вызывает в нас неудовольствие, даже если он со временем меняет свое поведение, но нам это не удовлетворяет, мы им недовольны, и вот постепенно это чувство неудовлетворенности перерастает в стойкую антипатию, неприязнь к этому человеку, а чаще всего и вообще ко всему тому, с чем связано лицо этого человека, к его семье, к его детям, к его жене, к его друзьям, к его машине, к его работе, а если батюшка еще и наоборот очень тепло и по-доброму относится к этому человеку, то даже батюшка нам кажется человеком просто, ну, недалеким или просто не знающим, мы все хотим его просветить, батюшка, да вы не знаете, какой на самом деле этот человек, мы иногда не говорим, мысленно беседуем, но так или иначе вот это у нас есть, так это происходит и со всем остальным, вот, когда-то кто-то принес телефон, вот, мы не можем сразу себе купить телефон, мы заинтересовались, посмотрели, исследовали, нам очень хочется уже его купить, но мы понимаем еще, что средств у нас к этому нету, но придем домой, посмотрим компьютер, повыбираем, да, вот хорошо бы вот такой телефон, а лучше вот такой, эх, были бы у меня деньги, конечно бы купил, ну, что же делать, терпеть надо, придется с этим ходить, тем не менее, вот мы ничего особенного не заметили, просто чувство неудовлетворенности у нас появилось, некое, мы никак не среагировали, потом этот человек приносит через полгода другую вещь, потом новая машина или что-то еще, мы также все понимаем, что никак, 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 все равно не можем это приобрести, некая трезвость над нами давлеет, но в одно не очень прекрасное время это все рушится, говорим, все достало, я просто должен купить, вот я все терпел, терпел, насколько же можно, надо вот эту вещь мне приобрести, так или иначе, так или иначе, вот важно, что таким образом происходит процесс очень знаменательный, вот все это, есть сознательное, целенаправленное развращение нашего собственного сердца, это мы его развращаем, развращаем потому, что не реагируем сразу на вот этот неправильный раздражитель, точнее на неправильную реакцию нашего сердца, мы на нее не реагируем и поэтому сразу же попадаем, то есть приняли внутрь сердца некий яд, некую негативную реакцию, некое страстное чувство, оно начинает жить в нашем сердце, подтачивать это сердце, заполонять сердцем ядом, как вот некое лекарство, оно может постепенно проникаясь, как закваска уничтожить зло, так и яд, как закваска может сквасить мое сердце, и оно станется развращенным, особенно это ярко проявляется именно с точки зрения развращения плоти, сначала случайно увидел некий соблазнительный объект, соблазнительную картинку, потом полистал что-то там в интернете, потом тут посмотрел, там посмотрел, уже сознательно, ну я же не грешу, я только смотрю, и в конце концов это просматривание картинок, питание страстной стороны своего сердца становится зависимостью, ну и тогда человек успокаивает, я же не грешу, я же не впадаю конкретно в блуд, да, не впадает, но сердце уже развращенное, оно темно и мрачно, оно нечисто, и Бог в нем не может жить, и вот это вот сознательное развращение сердца, своей собственной необходительностью, тем, что мы не знаем, как реагировать на входящие вот эти явления, соблазняющие нас, мы не знаем, как, что делать с нашему сердцу, и приводит к тому, что мы, по сути-то, сами себя развращаем. Субтитры создавал DimaTorzok